итак друзья всем привет сегодня у нас обзоре вот такая желтенькая коробочка как по названию вы поняли уже это у нас новый регистратор для android магнитолы тут у нас комплект такой же как в прошлый раз то есть вот тут входит сам регистратор у него также можно вставить sd карту вот сюда сейчас сфокусируем здесь вставляется sd карта тут у нас скотч для лобового стекла тут камера у которой регулируется угол наклона и вот такой вот кабель для подключения длиной на два с половиной метра как раз хватает что под лобового провести до магнитолы ну либо до бардачка бардачки уже подключить к юсб прошлый регистратор который показывал был у нас похоже немножко но визуально он отличался он был послабее приложение там помните устанавливалась с трудом это был бюджетный регистратор который вам просто показал что как он подключается с разными магнитолами вот этот регистратор мне уже порекомендовал мой поставщик то есть он не отправил с китая сегодня вам покажу что он умеет подключим к магнитоле к бюджетной точно также посмотрим трудно ли будет установить его подключить настроить и так далее какие функции в нем есть и заодно подключим к автомобилю и проверим на ходу подключать и значит будем сегодня к бюджетной магнитоле 232 памяти тут разрешение 1280 на 720 как в прошлом видео точно также говорю что если у вас магнитола с одним гигабайтом оперативной памяти то лучше регистратор туда не брать точнее если вы собрались брать магнитолу с регистратором нужно брать не меньше двух гигабайт потому что одного гигабайта на два приложения которые работают фоне одновременно может оперативки не хватить однако если вы хотите вы можете просто использовать регистратор как регистратор то есть не устанавливая приложение просто его подключить к usb выходу на него будет подано питание в него вставить sd-карту регистратор просто будет вести запись на sd-карту постоянно то есть если вы достанете потом sd-карту можно будет посмотреть что он там на записывал просто через android магнитолу через приложение вы не будете видеть работу настройки там и так далее регистратор будет работать сам по себе ему будет достаточно питания то что подается и избе выхода и он не будет занимать ресурсы самой магнитолы то есть это единственный вариант который могу вам посоветовать то есть если вам не нужна картинка которая будет здесь постоянно показывать что происходит на дороге нужен сам именно регистратор для того чтобы фиксировать передвижение то тогда можно сделать просто так не обязательно устанавливать приложение вот и теперь давайте займемся подключением то есть вот у нас тут есть где выход с магнитолы и вот уже у нас выход с регистратора самого вот на всех подключаем к магнитоле посмотрим сколько времени у нас займет установка нужны ли вообще будут какие-то танцы с бубном по идее если мне поставщик порекомендовал мой значит она должна работать хорошо так вот видим подключился и usb у нас сейчас заходим в диспетчер файлов в диспетчере файлов видим вот и и накопитель у нас появился как будто подключилась флешка нажимаем на него это память самого регистратора в памяти регистратора вот уже есть приложение биде карди вверх нажимаем на него жмем установить установлено открыть вот тут никаких проблем с установкой не возникает вот он у меня уже выведен на окно и вот мы можем наблюдать картинку так теперь сейчас нужно зайти в настройки нажать вот здесь и проверить новую версию для этого нам нужно раздать интернет на магнитолку подключить ее к интернету сейчас подключим и вернемся в приложении подключено возвращаемся в приложении жмем также настройки вот здесь и обновить сейчас он проверит предлагает загрузить а пока загрузилась просит разрешить установку разрешаем возвращаемся жмем остановить сейчас у нас приложение обновиться и будет доступен более расширенный интерфейс и открыть так обновилась и вот у нас запустилась калибровка адас но сейчас ему смысла калиброваться нет это надо будет потом проверять на автомобиле как работает но как видим подключилась она без проблем обновилась без проблем никаких танцев с бубном не надо так далее здесь в настройках есть такая функция picture in picture картинка в картинке то есть если мы свернем выйдем нагло на главный экран вот у нас тут появляется значок мы на него можем нажать и у нас вот регистратор будет здесь разрешение у данного регистратора 1080 то есть она конечно не самая высокая но как видим картинка хорошая ничего не тормозит и что могу сказать подключается он без проблем то есть тут я даже не сомневаюсь если он бюджетный быстро подключился он и медиум и к серии плюс тоже спокойно подключится ключевой момент надо проверить автомобили как он себя поведет как будет фокусировка днем фокусировка ночью в темное время суток и как будет режим ада с работать то есть вот и пожалуйста тут его можно перемещать сейчас что мы можем сделать мы можем его проверить вместе с яндекс навигатором будет ли у нас тормозить регистратор либо навигатор нам просто надо проверить чтобы регистратор и навигатор работали одновременно и ничего не тормозило вот сейчас у нас gps не подключен на по вай фай у нас регистратор уже нашел послушай алиса поехали на площадь по идее все работает никаких проблем я не вижу маршрут строят быстро на ходу мы их еще проверим в принципе как бы приложение с ух этого регистратора тем и хорошо что она не грузит лишнюю оперативку не перегружает ее не мешает работе регистратора но все равно если вы собрались использовать навигатор регистратор нужно брать магнитолу для не менее двух гигабайт оперативки в принципе все здесь что и на столе смотреть это регистратор надо будет проверить на ходу в движении посмотрим как он работает у нас машине так ну вот мы подключили в машине сейчас давайте зайдем обновим приложение также установилась без проблем за две секунды сейчас проверить обновление скачаем его тут у нас тоже установлена бюджетная магнитола в принципе процессор точно такой же решаем установку устанавливаем и сейчас поедем посмотрим как у нас будет работать адас вот она сейчас калибровка включилась зайдем сразу вот тут вот у нас настройки адас то что выбираем как он будет срабатывать можно отключать какие-то предупреждения можно включать здесь понизим до 20 это оставим как есть и посмотрим как он у нас будет работать так сейчас настройка включим чтобы у нас gps определял вот это надо включить и gps надо включить вот уже видно что на ходу ловит объекты и показывает примерное расстояние для них судя по всему ему надо откалибровать немножко это расстояние потому что на самом деле объект намного ближе так ну вот смотрим что тут на экране вверху показывает скорость тут показывает координаты gps здесь показывает у нас время чтобы выключить функция даст можно нажать сюда и она отключится то есть вот сейчас мы включим она у нас снова заработает и вот уже в таком плотном потоке уже вот нам показывать расстояние и обозначает их каким-то цветом синие так безопасно и желтое тоже внимание картинка как видим хорошие номера у нас читаются опасность он высчитывает исходя из скорости то есть чем больше вашу чем больше ваша скорость соответственно тем больше он требует дистанции чтобы было между вами машины которые впереди вот здесь вот видно что машина в соседнем ряду у кого номер чистый он читается хорошо в этой машины даже с ним видео покажи у нее номер грязный то есть номер не читается потому что просто он сам себе его не видно хоть физически хоть камеры ты вы его не видите так сейчас мы хотели показать калибровку то есть заходите в настройки вот здесь нажимаете пункт такой адаст калибрат и выравниваем расстояние до горизонта и тут выровняем по центру когда вы его выровняете тогда расстояние будет показываться более корректно сейчас он откалибруется и должен расстояние показывать более корректно здесь вот у нас мигает иконка записи то есть это значит что запись активная она ведется повторяю еще раз запись будет вестись даже в том случае если вас приложение не установлена регистратор уже если вы на него подали питание через юсб он будет вести запись и потом их можно достать из-за карту и посмотреть что он там записывал сделал меня кошка теперь она у нас сложенном виде показывает что там происходит и одновременно мы сейчас пользуемся индекс навигатором который у нас бюджетной магнитоле стоит облегченный и адаст там уже тоже что-то показывает вот он во время калибровки как выглядит регистратор то есть он объекты видит на расстояние до них не показывает сейчас у нас включен яндекс навигатор фоновом режиме я просто задел картинку на весь экран вот видите навигатор работает ничего не мешает сейчас ждем калибровки чтобы до конца откалибровалась только откалибруется уже включим пока он просто видит размер и объекты ничего никаких предупреждений не расстояние не выдает так вот смотрите значит я поднял линию горизонта чуть повыше калибровал еще раз адаст на ходу и теперь у меня расстояние до машин показывает адекватно причем если вспомните посмотрите то видео которое мы с первым регистратором снимали там он вообще тупил еле-еле их выделял эти машинки и расстояние показал вообще неадекватно то есть он показывал пять машин пропустит на одну покажет здесь же он точно показывает расстояние также он ориентируется по скорости если вас будет скорость больше то она требовать расстояние будет тоже больше сейчас машина нам близко где-то метра три и он и показывает голубым если мы на скорости подъедем на три метра она будет гореть желтым или красным зависимости от скорости он вам показывает уровень опасности ближайшего объекта также он различает разметку бордюры и так далее смотрит линии и по этим линиям уже выстраивает полосу по которой вы двигаетесь то есть это тоже не с не самые навороченные адаст на минимальные функции в нем работают хотя бы адекватно он показывает адекватно расстояние его можно калибровать и он хорошо различает скорость скорость увеличилась и уже 13 метров показывает желтым что к этому объекту мы движемся близко также если мы нажмем сюда на домик будет окошко который можно вызвать и смотреть без проблем то есть если мы включим наш навигатор маршрут построен поехали включим навигатор тут в это окошко можно вызвать в любой момент 50 метров поверните налево а затем поверните направо двойной клик двойной клик открывает полностью программу что можно взять и вот сейчас покажем работу совместно с яндексом как видите адрес работает даже в таком маленьком режиме показывает полосы показывает расстояние до объект плохо видно но зато если она станет оранжевой или квадратик станет оранжевым понятно что въехали слишком близко навигатор при этом работает на весь экран вот такой вот такой бюджетный регистратор дороже всего примерно на тысячу рублей работает несколько раз адекватнее так давайте посмотрим качество записи которая у нас ведется то есть это мы сейчас включили воспроизведение через меню тут все звуки хорошо слышно то есть то что в машине происходит даже звук дворников поворотников все слышно сейчас чуть-чуть звука добавим тут у нас отображается скорость сколько с какой скоростью мы едем то есть если случится какое-то происшествие она вам пригодится вот телефон видите запили колоба тоже слышно хорошо то есть качество качество записи довольно таки хорошим можно назвать еще осталось его вечером проверить когда потемнее будет все так вот она съемка в темное время суток сейчас надо посмотреть как номера читают свою машину как все видно принципе все объекты различимы знаки тоже видно номер читается его не засвечивает просто прошлый регистратор когда в темное время суток работал он видел номер просто белым потому что номер отсвечивал а этот регистратор у нас способен номер прочитать то есть у него фокусировка ночная вот номер полностью читаемый объекта все видно вот разрешение в принципе достаточно для ночного видения то есть объекта различимы в любом расстоянии номера читаются не отсвечивают очень хорошее качество знаки вот тоже у нас и этот видно вот этот регистратор мне уже очень нравится и по качеству записей по функциям а мне больше нравится и за такой регистратор я считаю что и тысячи рублей не жалко доплатить он своих денег стоит так и в заключение что хочу сказать специального взял это видео которое у нас было про прошлый регистратор здесь у нас значит есть комментарий под ним вот этот комментарий не знаю кто такой написал не значит в этом в ролике я специально говорил что есть на алиэкспрессе куча регистраторов в пределах там до двух с половиной тысяч рублей чтоб примерно 78 процентов из них это полная шляпа то есть это прямо в ролике проговаривал и сказал что и большой риск нарваться и вот человек как раз видимо стык столкнулся с таким же регистратором и заставил здесь комментарий вот он говорит что почему сразу не говорит что качество записи от стоим что он пол только силуэта записывает но ведь я же снял на видео как работает запись регистратора и сразу же предупредил что есть много регистраторов поддельных которые продаются на алиэкспрессе что они снимают с хреновым качеством то это во первых во вторых тот регистратор я вообще в продажу не пускал потому что он даже как бюджетный меня не устроил и вот эти вот чтоб вот этих комментариев избежать впредь я сразу говорю что вот эти регистраторы на данный момент я не продаю если я вижу что люди заинтересовались если на это качество понравилось то пожалуйста я их привезу там сколько-нибудь в россию потому что они сейчас есть только в китае их можно заказать только из китая их привезу в россию если я вижу что людям они интересны и тогда начну продавать то есть это надо понять будут ли обращаться за ними или нет под этим роликом описать что он плохой у него там плохое качество записи я показал какое оно есть устраивает берите не устраивает не берите то есть описать вот такие вот комментарии вообще ни к чего не лайк еще смотрите сам себе поставил под своим же комментарий дебил